сегодняшнем ролике на пару таких вопросов попробую ответить так значит на одну из тех из ребят спрашивают вот белых можно покрасить чтобы не узнавать кто из них кто а вот как поступать с темными голубями дорогие мои темных голубей надо намечать показать и сейчас еще и в линьке вот видите это тоже уже линька новое перо пошло вот и веер делается разного можно сбоку с одной стороны допустим нет и не тут сбоку можно прямо на пол пера там одну сторону допустим и рода можете посередине с обоих сторон там с одной стороны с другого себе тогда там разрез получается можете вот так ситорить как я делаю можете длинно ситорить с двух сторон потом вырезается но эти вещи я как бы показывал то есть только по хвосту можете определить кто из них то значит другой ребят тоже задают пескунчик родился в гнезде уже болеет вертячки откуда это вертячка взял дорогие мои ниоткуда она не взялась вот как я постоянно повторяю объясняю что все заботится в организме от рождения у них есть слабый иммунитет и все и голубь начинает болеть да то есть получается ну может у кого-то и это было там попадались особенно после того когда птица прививается как говорит иммунитет срабатывается бывает родители нормально а пескунебальные выходят то есть пищалки мелкие вот рождаются маленькие да шея сворачивает нахохливается все это передается дорогие мои все это никуда не ушло ниоткуда не берется все это есть поэтому поэтому как всегда я люблю говорить всегда избавляйтесь от больных голубей от хроников и переходите на естественные на естественные методы то есть то что мы все время держали тысячелетиями держали люди голубей не кололи не прививали не кормили антибиотиками то есть вот переходите на это эти вещи у вас пропадут я рассказывал когда я вылечил как бы там пять штук больных вертячки 5 салмонеллезом потом у меня там ну все вот эти праздники прошли там я операцию сделал на шее той другой мучился мучился через год опять их убрал почему потому что далее песку на я много раз об этом рассказывал дауна то есть голова и туловище были одного размера выезжие люди да дауна там у них крупная голова огромная голова то же самое это да то есть все это не лечится все это остается поэтому лучший вариант чтобы не было вот этого необходимо избежать это да избавиться от больных голубей только в этом случае у вас получите все нормально я сегодня хочу несколько молодых проверить сейчас наверно поставлю уже похолодало птицы уже намного легче летать чем жару сейчас просто поймаю несколько штук и буду проверять ну и заодно вам покажу посмотрим как они пойдут не пойдут будут летать не будут летать этого тоже выпущу вот это помните вот которого с глотка вытащил эту гайку посмотрим как он научился ну и состояние песку но смотрите на дефакто показывает пока на паузу поставлю поймаю продолжим так дорогие мои поймала 15 штук и старший тоже из голых тоже выпущу и сейчас начнем потихонечку проверять кто из них что покажет полетят сядут полетят сядут не знаю куда ушел наверное потяну потому что эти скорее всего быстро вверх пойдут дуркует старичок это старый чили это старый чили остановка старый он дикарь он летит и ему виднее опыта хватает гонелорского чили выпустим это молодой опыта не хватает поднимается и сейчас пойдешь ну не сядет он сейчас в уровне цвет тоже из молодых такой цит отвис когда ушел жизнь из майских по моему на вот этот которого с горлышко вытащил посмотрим как молодой это по-моему июль все не знаю кто он голубь голубка июль или июльский что выпустила дух только вижу и он яшка наверху стоит мелкается а ну эти вон улезли уже чернохвосточелем почти уже куда пропали а вон там яшки мелкается высоко-высоко в облаках другую белую сестру вот этого который сейчас выпустила и его выпущу ее это голубочка чуть постарше несколько месяцев по-моему насколько я помню это должен быть апрель в апреле в апреле красиво пошли так вот дорогие мои касаемо болезни откуда болезни берутся все эти болезни находятся в организме в умеренном количестве но когда мы еще целеустремленно типа как бы лечим но оставляем оставляем банек голубей мы прибавляем все вот это вот это прибавляем и поэтому и пищалки рождаются новорожденные они болеют то же самое да вот есть такие генетические заболевания дорогие мои бывают это ребенок еще не родился а уже болеет ну откуда взялся это еще в отруби у матери он уже болеет уже болеет откуда это берется все дорогие мои ну кто там заразил его там вот многие говорят вот прилетели дикие птицы заразили наши голубей дорогие мои а вот руби матери кто заражает ребенка объясните мне пожалуйста вот яйца кто заражает писал в это да песку на никто не заражает все это есть поэтому еще раз необходимо избавляться от больных от больных чуть-чуть так дурку из дурачок у него вроде будет закрепленный по хорошим 9 штук выпустил толком то голубей то не вижу я вот вам разница в погоде вон два там два здесь два здесь а где сами вон два еще выше еще один отдельно они вон четверо улезли птица вам два вон там уходит вы почувствуете разницу на когда птица лучше летит в жару или осенью вот это красивая вот это красивая с мраморным хвостом это та молодая голубочка недавно я показывал она в забое было я говорю сейчас чуть-чуть линько пройдет раскроется вон дотик пошел дотик пошел да там еще некоторые ребята говорит они больные поэтому хищники вот эти карликовы больные поэтому они такие и дорогие мои больная птица больная птица идет на перелет с одного континента на другой перелетит она не полетит что джон ну это твой куколка наша если хищник был бы больной он бы не пошел на перелет он бы сдох дорогие мои просто они медленно медленно и не имеет права ловить голубей не имеет права что-то умеешь показывать или нет или еще холоп 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 ну как и поняли они все в линьке еще не полные хвосты неполные эти вот так с мраморным хвостом тут у меня остались вот этот от кофейного такой же папа убрал папа убрал а вот вместо него уже все бой берет черного чубатенького тоже по моему за бой уже уходит ну давай красавела на пути на максимально вот тут два, четыре, пять, есть вот шестой чубатенький вон там вверху четверо месте пятый отдельный, шестой тоже отдельный вот четыре четыре, четыре, пятый, шестой седьмой еще выше вон он все показывает вон восьмой вот она голубочка ну и как поняли дорогие мои совершенно по-другому птицы себя показывают не знаю я их цепляю или не цепляю там они уже выше полнета они мелкаются уже да там сколько стало два, четыре, шесть, семь ну седьмой выше, намного выше восьмой тоже выше шестер как по месте получается даже четверо и двое отдельно на догонку идут так а куда эти двое этих двух опять я потерял этих двух я опять потерял которые наверху ну пошли хорошо, красиво эти внизу пока мотаются вот он раз так четыре, шесть штук шесть штук ну девятый скорее всего там ну восемь и шесть это четырнадцать девятый скорее всего это тертый старый чиль он всегда летит один а нет вот он девятый чернохвостый поход на щельчика вот он отдельно летит ну как бы вот так дорогие мои не знаю я цепляю их или нет вот они должен зацепить дикарем летит чернохвостый дикарем летит говорите мир умер голубам неба откуда берутся болезни наверное поняли уже они находятся первоначально в организме ну и мы добавляем с помощью прививок с помощью вот так называемого лечения закрепляем эти болезни в организме то есть ничего хорошего мы не делаем нам кажется что мы делаем хорошего на самом деле мы делаем все отвратительно от кофейного от песка молодец и от черного ну все думаю достаточно дорогие мои меру меру голубям неба это вот та голубочка помните недавно я выпускал она вообще не летала шахматным хвостом сейчас выравнивает себя да это дикарем идет эти резко начали падать резко начали падать ну походу опасно да вот они падают падают прямо конкретно падают при покрытии сейчас уже резко падает и внизу начали дикарить ну сейчас идет перелет дорогие мои сейчас идет перелет хищников мы даже вот то что мы видим видим а то что мы не видим ой мама не горит представьте себя столько хищников находится в России и все они сейчас вниз это да в югу ходят они все пролетят через нас как бы будет много сейчас раскачаются опять пойдут опять спустятся опять пойдут опять спустятся ну так жизнь продолжается так четыре семь семь здесь семь здесь и тут три и семь здесь четырнадцать пятнадцатого не вижу а пятнадцатый старый тел ты авандюрист здесь как бы удачи всем меру 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 голубям небо так дорогие мои ну я еще десяток поймал значит двое скинули вот это два песка на третий скидывает но 12 штук я не нахожу но он прийти камнем падает на лице не дает мне снимать сейчас попробую пристроиться вот третий падает сверху вот он вот двое здесь а 12 опять пошли покрытия вот он третья все скидывает тебя вот она ты кто такой из кучков да а вон они вон они дорогие мои вон они 3 6 10 12 вон они вот то что я говорил что они сейчас скинут поднимутся скинут поднимутся вот она птица видите уже все начало поинтереснее летать 12 там 12 отдельного постана летит давайте вот от кофейного и от черного чубатова видите сейчас бой берут опять поднимаются вот они скинули и опять поднимаются вот они ну наверху опасно поэтому они периодически будут скидывать и подниматься вон вот вот здесь ну ну мир в мир дорогие мои голуба мне погоняйте погоняйте а я пойду этих проверять еще десяток хочу проверять по одному буду выпускать стоять и смотреть как уходит все таки ну ролики это ролик ролики я не все замечаю когда снимаю мне надо будет смотреть на секунду только идти идти мир мир голубям небо гоняйте да там еще вопрос задают как можно кошки приучить голубятни котенка надо взять и затаскивать голубятни сидеть рядом как только он хочет кидаться на голубу по носу шелкает вот так они привыкают